Обыватели. Десятый час утра. Иван Казимирович Лешевский, поручик из поляков, раненый когда-то в голову и теперь живущий пенсией в одном из южно-губернских городов, сидит в своей квартире у настежь открытого окна и беседует с зашедшим к нему на минутку городовым архитектором Францем Степановичем Финкс. Оба высунули свои головы из окна и глядят в сторону на ворота, около которых на лавочке сидит домохозяин Лешевского, пухленький обыватель в расстегнутой жилетке, в широких синих панталонах и с отвислым потными щечками. Обыватель о чем-то глубоко задумался и рассеянный ковыряет палочкой носок своего сапога. — Удивительный, я вам скажу, народ! — ворчит Лешевский со злобой глядя на обывателя. — Вот как сел на лавочку, так и будет проклятый сидит, сложа руки до самого вечера. Решители ничего не делают, дармоеды и тунеядцы. Добро бы у тебя, подлеца этакого, в банке деньги лежали или был свой хутор, где бы за тебя другие работали, а то ведь, не чешая за душой, нет, ешь чужое, задолжал кругом семью голодом, моришь. Шуть бы тебя взял. Просто вы не поверите, Франц Степанович, иной раз такая злость берет, что выскочил бы из окна и отхлестал бы его каналью плетью. Ну, отчего ты не работаешь, зачем сидишь? Обыватель равнодушно взглядывает на Лешевского, хочет что-то ответить, но не может. Зной и лень парализовали его разговорную способность. Вениво зевнув, он крестит рот и поднимает глаза к небу, где, купаясь в горячем воздухе, летают голуби. Нельзя срого судить, мой почтеннейший, вздыхает Финкс, вытирая платком свою большую лысую голову. Войдите тоже в их положение. Дела теперь тихие, всюду безработицы, не урожаи, в торговле застой. — Ах, боже мой, как вы рассуждаете! — возмущается Лешевский, сердито запахивая полой халата. — Допустим, что служить и торговать негде, но отчего он у тебя дома не работает, черт бы его подрал. — Послушай, разве у тебя дома нет работы? — Погляди, скот, крыльцо у тебя развалилось, тротуар ползет в канаву, забор подгнил. — Взял бы да и починил все это, а если не умеешь, то ступай на кухню жене помогать. Жена каждую минуту бегает то за водой, то помой выносит. Отчего бы тебе, подлицу, вместо нее не сбегать? — Да вы имейте еще в виду, Франц Степанович, что у него десятины три сада и огород при доме. У него есть помещение для свиней и птицы, но все это пропадает даром, без всякой пользы. — Сад бурьяном зарос и почти высох, а на огороде мальчишки в мячики играют. — Ну, не скот ли? Я вам скажу, у меня при квартире только полдесятины, но у меня вы всегда найдете и редиску, и салат, и укроп, и лук, а этот персавец покупает все это на басаре. — Русский человек, ничего не поделаешь, — говорит Финкс, исходительно улыбаясь. — У русского кровь такая. Очень, очень ленивые люди. — Если вы все это добро отдать немцам или полякам, то вы через год не узнали вы города. Обыватель в синих панталонах подзывает к себе девочку с решетом, покупает у нее на копейку подсолнухов и начинает лускать. — Всяк, Креев, — злится Лешкевский. — Вот только этим и занимаются. Подсолнухи лускают, да, а политики говорят. — А, черт подери! — Злобно оглядывая синие панталоны, Лешкевский постепенно вдохновляется и входит в такой азарт, что на губах ему выступает пена. Говорит он с польским акцентом, ядовито отчеканивая каждый слог. Под конец мешочки под его глазами надуваются. Он оставляет русских подлецов, мерзавцев и канали в покое. Обыватель отлично слышит эту брань, но, судя по выражению его помятой фигурки, она не трогает его. По-видимому, он давно уже привык к ней, как к жужанию мух, и находит излишне протестовать. Финксу в каждый визит приходится слушать на тему о ленивых и куда-нибудь годных обывателях и каждый раз аккуратно одно и то же. — Однако мне пора, — говорит он, вспомнив, что ему некогда. — Прощайте. — Куда же вы? — Я ведь к вам только на минутку зашел. В женской гимназии в подвале стена отрестула, так меня просили прийти поскорее посмотреть. Надо сходить. — Хм, а я велел Варваре самовар поставить, — удивляется Лешевский. — Погодите, набьемся чаю, тогда и пойдете? Финкс послушный кладет шляпу на стол и остается пить чай. Зачем Лешевский доказывает, что обыватели погибли уже безвозвратно, что есть только один выход — забрать их всех огулым и под строгим конвоем отправить на казенные работы? — Да помилуйте, — говорит Чицон. — Вы спросите, чем живет вот этот гусь, что сидит? — Он отдает мне свой дом под квартиру за 7 рублей в месяц, да на именины ходит. Только этим и сыт прохвост. — Цоп, его дьяволи внесли. — Нет ни заработков, ни доходов. Мало того, что они лентяи и дармоеды, но еще и мошенники. То и дело берут из городского банка деньги, а куда девают их? Пустятся в какую-нибудь аферу вроде отправки быков в Москву или устройства масловой не по-новому способу, а чтобы быков в Москву гнать или масло бить, надо иметь голову на плечах. А у этих каналей на плечах тыквы, конечно, всякая афера к черту. — Потратят зря деньги, запутаются и показывают потом банку кукиши. Что с ними возьмешь? Дома заложены и перезаложены, другого имущества никакого, давно уже все съедено и пробито. Девять десятых измошенничались, подлецы. Задолжать и не отдать — это у них правило. Городской банк трещит по их милости. — А я вчера у Егорова был, — перебивает фингс-поляка, желая переменить разговор. — Представьте, выиграл у него в пикет шесть с полтиной. — Я за пикет остался, кажется, вам что-то должен вспоминать Лишевский. — Надо бы отыграться. — Не хотите ли одну партийку? — Разве только одну, — мнется фингс. — Мне ведь в гимназию спешить надо. Лишевский и фингс садятся у открытого окна и начинают партию в пикет. Обыватель в синих баталонах аппетитно подтягивается и со всего его тела сыплется на землю скорлупа подсолнухов. В это время из ворот виз-за-ви показывается другой обыватель в желтно-серой помятые коломенки и с длинной бородой. Он ласково щурит глаза на синий баталон и кричит. — С добрым утром, Семен Николаевич! Имею честь вас с четвергом поздравить! — И вас, товарищ капитан Петрович! — Пожалуйста, ко мне на лавочку! У меня холодок! Синие вандалоны кряхтя поднимаются и, переваливаясь бок на бок, как утка, идут через улицу. — Терц-бажор! — бормочет Лишевский. — Карты от дамы пять и пятнадцать. О политике подлицы говорят. — Слышите? Про Англию начали. У меня шесть червей. — У меня семь пик. Карты мои. — Да, карты ваши. — Слышите? — Беконспильд ругают. — Того не знают с виде, что Беконспильд давно уже умер. — Значит, у меня двадцать девять. — Вам ходить. — Восемь, девять, десять. — Да, удивительный народ эти русские. — Одиннадцать, двенадцать. Русская нервность, единственная на всем земном шаре. — Тридцать, тридцать один. — Взять бы, знаете, хорошую прилетку, выйти, да и показать им Беконспильда. — Ишь ведь, как языками брешут. Брехать легче, чем работать. — Стало быть, вы дабы тревц сбросили, а я-то и не сообразил. — Тринадцать, четырнадцать. — Невыносимо жарко. — Каким надо быть чугуном, чтобы сидеть в такую жару на лавочке на припеке? — Пятнадцать. — За первой партией следует вторая, за второй — третья. Финкс проигрывает, мало-помалу входит в картежный азарт и забывает про треснувшие стены гимназического подвала. Лешевский играет и то и дело поглядывает на обывателей. Его виды, как те, усладившие друг друга беседы, идут в открытые ворота, проходят через грязный двор и садятся в жидкой тени под осилий. В первом часу жирная гухарка с бурыми икрами расстилает перед ними что-то вроде детской простыни с коричневыми пятнами и подает обед. Они едят деревянными ложками, отмахиваются от мух и продолжают о чем-то говорить. — Это черт знает, что такое, — возмущается Лешевский. — Я очень рад, что у меня нет ружья или револьвера, иначе я стрелял бы этих кляч. — У меня четыре валета, четырнадцать. — Карты ваши. — Я и богу, у меня даже судороги в икрах делаются. — Не могу равнодушно видеть этих архаровцев. — Вы не волнуйтесь, вам вредно. — Да помилуйтесь, тут камень будет истерпедия. Накушавшись, обыватель в синих панталонах, изнеможенный, изнуренный, спотыкаясь от тлени и излишней сытости, идет через улицу к себе. В бессилии опускается на свою лавочку. Он борется с дремотой и комарами и поглядывает вокруг себя с таким унынием, точно с минуты на минуту ожидает своей кончины. Его беспомощный вид окончательно выводит Лешевского из терпения. Поляк высовывается из окта и, брызжа, с пеной кричит ему. — Натрескался, а, мамочка, прелесть. Налопался и теперь не знает, куда девать свой животик. Уйди ты, проклятый, своих глаз, провались. Обыватель кисло взглядывает на него и вместо ответа шевелит только пальцами. Мимо него проходит знакомый гимназист с ранцем на спине. Остановив его, обыватель долго думает, о чем бы спросить и спрашивать. — Ну что? — Ничего. — Как же так ничего? — Да так-таки ничего. — А какая наука самая трудная? — Смотря на кого, — пожимает плечами гимназист. — Так, а как будет по-латынски дерево? — Арбор? — Ага. — А все ведь это надо знать. — Возникают синие панталоны. — Во все вникать нужно. Дела, дела. — Мамашенька, здоровы? — Ничего, благодарю вас. — Так. — Ну, ступай. Проиграв два рубля, Фикс вспоминает про гимназию и приходит в ужас. — Батюшка, уже три часа! — восклицает он. — Как однако я у вас засиделся. — Прощайте, побегу. — Пообедайте, уже с одного у меня. — Тогда идите, — говорит Лишевский. — Успеете? Фикс остается, но с условием, что обед будет продолжаться не доли десяти минут. По обеду же он минут пять сидит на диване и думает о треснувшей стене, потом решительно кладет голову на подушку и оглашает комнату пронзительным носовым свистом. Пока он спит, Лишевский, не признающий после обеденного сна, сидит у окошка и смотрит на дремлющего обывателя и брюзжит. — У, псяк, Креев! И как это ты не околеешь от лени? Ни труда, ни нравственных и умственных интересов, а одни только растительные процессы. — Гадость! — Тьфу! Шесть часов просыпается Финкс. — А, поздно уже! — Поздно уже, Кевнасью! — говорит он, потягиваясь. — Придется завтра сходить. А теперь отыграться, что ли? Давайте еще одну партию. Проводив в десятом часу вечера гость, Лишевский долго глядит, ему вслед и говорит. Преклятый! Целый день просидел без всякого дела. Только жалование таром получает. Черт бы их побрал! Немецкая свинья! Он выглядывает в окно, но обывателя уже нет. Ушел спать. Ворчать не на кого. И он впервые за весь день закрывает свой рот. Но проходит минут десять. Он не выдержит охватывающие его тоски и начинает ворчать, толкая старое ошарпанное кресло. Только место занимаешь, старая дрянь. Давно бы пора тебя сжечь. Да все забываю приказать порубить. Безобразие! А ложась спать, он нажимает ладонью пружину матраца, морщится и брюзжит. Преклятая пружина! Она всю ночь будет мне бок резать. Завтра же велю проспороть матрац и выбросить тебя, негодная рухлядь. Засыпает он к полуночи и снится ему, что он обливает кипятком обывателей финкса старое кресло. Антон Павлович Чехов. Обыватели. Читал Джохангир Абдулаев. 21 ноября 2022 год.